Друзья, всем привет! С вами Павел Георгиев, компания и блог Георгиев Travel. Мы приехали с вами в отеле Rixos, только для взрослых, который находится в Шарм-эль-Шейх. Это считается один из лучших отелей. Ну почему? Потому что Rixos, как говорится, и в Африке Rixos многие любят его, это турецкий отель, турецкой сети, соответственно, полный паршик развлечений, ультра ол инклюзива и так далее. Ну и, конечно, пойдемте посмотрим территорию, побережье, все как обычно, друзья. Пока мы подходим к самому отелю, скажу честно, что на Back Bay, где он находится, данный отель, это считается самой ветреной бухтой. Наверное, поэтому здесь и есть такие отели, здесь есть казино еще где-то рядом, где развлечения не только морские, но в том числе как бы и отельные. Так очень часто бывает, друзья, кстати, может быть замечали, чем лучше пляж, тем проще вокруг него отеля, и чем как бы пляж как бы чуть похуже, тем больше инфраструктура в отелях, больше всего, и как раз, чтобы акцент был на отдыхе таком активном и отельном. Вот тоже, друзья, обращу внимание здесь, обращу внимание, друзья ваши, на отель Erixes. Здесь, так как это более ветреная бухта, посмотрите, отель сделан в большой форме буквы P, чтобы на территории было максимально комфортно и безветренно. Поэтому не надо переживать, что здесь сильные ветра на территории отеля, в том числе комфортно отдыхают. На улице у нас сейчас тоже февраль месяц, полный, как вы видите, загруженный отель, загорают, люди купаются. Есть, конечно же, бассейны с подогревом, но, естественно, первая линия. Вот, посмотрите, даже официант ездит и все разводит. Зашел в ресторан, еще обед не начался, но уже, в общем, почти все готово, все равно покажу, но, я думаю, вы не сомневаетесь, да, что в отеле Erixes есть какой-то ограниченный ассортимент питания. Здесь все, естественно, есть. И напомню, друзья, что данный отель, он для взрослых. Здесь семейный отдых, ну, никак. Рядышком есть отель Erixes Seagate, там, пожалуйста, но вот в этом отеле Erixes только отдыхают взрослые. Это, друзья, у нас отель Erixes и номер Deluxe. Большой, просторный, свежий, большая кровать, как вы видите, да, диванчик, шторы, все очень по-домашнему, рабочая зона. И вот здесь у нас с вами выход, скажем, на лужайку, на свою. Свой столик есть, можно посидеть, отдохнуть. Такие же номера есть с видом на бассейн. Так что достаточно уютно, друзья. Ну, как говорится, Erixes есть в Африке Erixes, но, тем не менее, не все Erixes так хороши, честно, и по номерам. Здесь прекрасно, действительно, прекрасный отель, прекрасный отель. И вот, друзья, еще один плюс есть у этого отеля. Несмотря на то, что это отель для взрослых, есть одна такая интересная фишечка. Здесь есть рядышком отель Erixes Seagate, он для семейного отдыха. И, кстати, отсюда гости из этого отеля Erixes 18+, скажем, для взрослых, могут пользоваться спокойно территорией. Обратно тоже могут пользоваться территорией. Все могут пользоваться абсолютно без каких-либо ограничений. неважно, в какой категории вы приобрели номер. Так что это тоже немаловажный фактор. Там есть и аквапарк, и зона развлечений. Поэтому, проживая здесь, вы можете быть и там. И наоборот, но, единственное, сюда детей, естественно, не пускают. Друзья, несмотря на то, что это отель для взрослых, конечно же, развлечение все равно немножко доесть. У нас, смотрите, есть пару горок буквально. И здесь даже, видите, программы все проводятся. Ну, как бы, это нормальная история, да. Развлекательные программы всегда должны быть на отдыхе. И, конечно же, спортивные. Территория здесь не такая маленькая. Это не только ограничилось тем бассейном, где все люди отдыхают. Но еще дополнительно, смотрите, у нас есть зона, скажем, вечерних программ, анимационных всяких, шоу, музыки и так далее, концертов. Здесь еще есть одна территория с бассейнами, как вы видите, да. И все достаточно, скажем, уютно сделано. И вот, если честно, сейчас февраль, да, как я говорил, ветерок есть, но он очень легкий. Нет такого сильного ветра, что прям сдувало. Видите, я хожу в майке, мне очень комфортно. И если даже в теплом бассейне лежать, то тоже отлично. Не холодно на улице, в районе 25 градусов. Сейчас днем, вечером, кстати, многие спрашивают, какая погода зимой. Вечером в районе 15 градусов, да, то есть даже можно курточку легкую надеть. Но днем все прекрасно, можно отдыхать, как летом. Да, не жара, не идете, покрываясь потом, но очень комфортно. И как у нас, скажем, в России лето стандартное. Можно смело отдыхать, загорать и купаться. Ну, еще, конечно, классно, что есть тоже езди прогуляться. И если вы не хотите ходить, вас, пожалуйста, могут довезти на таком гольф-каре куда угодно. Особенно, когда вы заселяетесь. Обычно всегда с чемоданами вас привозят, заселяют номер, дальше вы уже гуляете. Но если вам нужно куда-то переместиться, тоже можно позвонить на ресепшн, попросить, и вам спокойно предоставят такой транспорт. Как видите, да, номера двух-трехэтажные домики. Номера вот расположены на первых этажах, чтобы можно было сразу выйти к бассейну, или на лужайку, или на втором этаже проживать. Все очень комфортно. По стилистике немножко похоже на отель Джаз. Возможно, вы уже видели на моем канале. Но все повыше еще уровнем, с максимальным сервисом и, конечно же, ультра all-inclusion. На территории, смотрите, еще есть дайвинг-центр. Я так вижу, там еще бассейн один есть. Возможно, даже в нем уже вас смогут научить базовым основам дайвинга, и, соответственно, вы дальше можете куда-то отправиться. Кстати, многие, кто приезжают на отдых, особенно когда у них длительный, могут и хотят даже получить сертификаты, да, чтобы плавать в более интересные места. И как раз здесь это можно сделать и получить как раз сертификат. Двигаемся с вами в сторону пляжа, посмотреть, какой он, да, какое море, какой заход. Кстати, по дороге вот здесь есть вот такие номера со своими собственными бассейнами. Как бы, понятная категория выше. Мы, к сожалению, не пойдем смотреть, потому что они сейчас заняты. Вот. Но, тем не менее, такая категория есть. На сайте можно ниже перейти по ссылочке, посмотреть детально фотографии и, конечно, стоимость в данные номера. Либо как отеля, либо как отеля с перелетом готовых турпакетов из вашего города вылета. Мы пришли с вами на пляж. Здесь, смотрите, у нас есть зона, скажем, такая зеленая, где можно отдохнуть, как говорится, почилить. И, соответственно, сам пляж. Обратите внимание, так как эта бухта ветреная, везде стоят загородочки. Шезлонги уже, замечу, с такими матрасиками, чтобы было мягко и комфортно. Также здесь есть бар, бич-бар, да. И сейчас мы подходим уже вплотную непосредственно к пляжу. Отсюда вижу уже и скажу, что кораллов много, камней много. Поэтому здесь также у нас есть вот такой, скажем, выход подальше, где море уже более открытое. И там можно спокойно покупаться. Скажу, что здесь, наверное, в общем-то, с заходом все неплохо. Да, здесь песочек. Но, тем не менее, как бы здесь есть камни, водоросли, кораллы, да. И мелко, мелко здесь мелковато. Поэтому для того, чтобы покупаться в более глубокой части, и можно было посмотреть какую-то живность и спокойно плавать, нужно вот отправиться по этому деревянному понтону, твердому, неплавающему. И там, соответственно, можно уже покупаться. Так как вы видите, сейчас волны, ветерок, волны есть. Наверное, может быть не очень комфортно. Я, в принципе, не вижу, чтобы здесь кто-то купался сейчас. Ну что, друзья, мы готовы сделать резюме по данному отелю для взрослых, да, вместе с этим верблюдом. И что хочу сказать. Отель хороший, с хорошей территорией. Очень много разных, как говорится, опять же, локаций для отдыха. Все очень комфортно. Номера, сервис, все прекрасно. Пляж хороший, красивый, но мелковатый. И чтобы купаться, надо доходить. Ну и, конечно, на пляже достаточно ветрено. Комфортно, но ветрено. Это надо понимать. Одна из ветреных бухтах Шар-Мальшейхи, это Набак-бей. И здесь так. Но как отель, как сервис, он точно выиграет. Если вы именно ждете сервисного, хорошего, качественного отеля, с классным питанием, с классными, как говорится, анимационными программами, естественно, для взрослых, то вам сюда, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok